Сыновные друзья, рады вас видеть, рад вас видеть, рад приветствовать. Юрий, добрый день, здравствуйте, зрители, рад быть вас в гостях. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что вы с нами. Сергей Владимирович, 12 июня США и Великобритания вводят санкции против московской биржи. До этого, кстати, штаты вели еще ряд мер, они касались IT-платформ и других, в частности, рестрикций, я о них чуть позже вспомню. И после этого, а может и не после этого, может это вовсе не связанные вещи, но российские власти начали несколько менять риторику. То есть, если раньше позиция была следующая, эти санкции нам на пользу, то вот после этого произошло абсолютно другое. Ну, по крайней мере, так показалось в информационной плоскости, могу ошибаться. Но вот насколько это серьезный пакет санкций, почему его раньше не могли ввести, и действительно ли ощутимо, да, вот что риторика властей Российской Федерации изменилась? Юрий, ну, смотрите, вы начали с санкций против московской биржи. Конечно, я сразу хочу сказать, да, что, на мой взгляд, это самые беззубые санкции, которые только можно придумать, потому что объяснение, которое дали американские власти, это то, что биржа является инструментом финансирования российского бюджета, то есть привлечения долгового финансирования, ну, и финансирования российских компаний, которые могут занимать на российском внутреннем рынке. Ну, как только звучит слово российский внутренний финансовый рынок, мы понимаем, что все расчеты идут в рублях, да, и, в общем, здесь, какие бы длинные руки Вашингтона ни были, они до рублевых расчетов не дотягиваются. Поэтому московская биржа, она как работала, обслуживая рынок, облигации федерального займа, то есть российских государственных долговых бумаг, так и будет работать. Как размещали российские компании, неважно, какого они профиля, оборонные, потребительские товары, услуги связи или что-то еще, так они будут продолжать работать. Все, что случилось, по большому счету, по состоянию на сегодня, это обрушен или разрушен или уничтожен биржевой рынок торговли иностранной валютой. Но я хочу сразу сказать, например, в Украине его давно уже не существует, да, и я когда был в Украине, когда я работал и с Национальным банком, и с Министерством финансов, я считал, что в тот момент, да, где-то там 16-17-18 год, было бы полезно для Украины запустить биржевую торговлю валютой, потому что это могло бы консолидировать рынок, да, и все-таки иметь более прозрачную ситуацию. Но позиция руководителей и Минфина, и Нацбанка была такая, что нам это не нужно. Собственно говоря, особых аргументов, да, в пользу того, что должна быть биржевая торговля, их не существует. На какой-то стадии, когда был Советский Союз, когда никто не понимал, что такое реальный курс доллара, да, или в первые годы после развала Советского Союза, тогда еще в этом была необходимость. Сейчас, собственно говоря, все хотят, торгуют на внебиржевом рынке, там достаточно мощные информационные системы. Банк России, Центральный банк Российской Федерации, он даже ежедневно публикует объемы торгов на внебиржевом рынке, то есть, видимо, он каким-то образом получает эту информацию. Так что, в принципе, вот это, ну, да, исчез биржевой курс доллара, но это не мешает Центральному банку устанавливать его по каким-то другим правилам, ориентируясь на внебиржевой рынок. Ну, да, появились возможности, как нам показала первая неделя после этих санкций, такого действительно очень быстрого и легкого манипулирования курсом доллара, да, когда он сначала, доллар обесценился на 10%, ну, а потом вырос на 8% и все в течение одной недели. Это выглядело смешно, ну, такие мелкие издержки, которые, ну, что ж, по делу, бывает. Вот, поэтому эти санкции против биржи, они, ну, я считаю, что такие очень громко звучат, но на самом деле они никакого эффекта на российскую экономику не оказывают. В этом пакете были гораздо более серьезные санкции, это санкции, направленные против рынка, против российских производителей сжиженного природного газа, это в первую очередь Новотек, которому фактически перекрывается доступ к транспорту, да, то есть вот все потенциальные танкеры, которые он мог закупить, или оборудование для этих танкеров, или проекты, или вообще, говоря, все, кто могли бы купить сжиженный газ, может быть, за исключением только Китая, да, вот, собственно, никто с ним больше дела иметь не будет, если вообще этот проект когда-то состоится. Видимо, в ближайшее время Европейский Союз примет решение запретить перегрузку российского жиженного газа в европейских портах, ну, и еще более сильный удар по вот этому сектору российской экономики. Введены санкции против российских, отдельных производителей российского угля, вот, ну, и дальше там IT-платформы, самая серьезная, на мой взгляд, в этом пакете, это угроза вторичных санкций, да, когда Соединенные Штаты Америки... Да, они просто заявили прямо, что все банки, которые мы будем видеть, что они обслуживают расчеты, вот, с российскими компаниями, попавшими в санкционные списки, они будут попадать во вторичные, ну, попадать под санкции. Судя по тому, как американцы вводят санкции, у них есть доступ, ну, к базе данных о всех платежах, которые проходят за российские импортные товары, да, то есть они отслеживают не только, не то, что там десятки или сотни миллионов, они отслеживают платежи в несколько тысяч долларов. Там вот одна из молдавских компаний, которая поставляла запчасти для самолетов, попалась на 8 тысяч долларов, да, ну, то есть мы понимаем, что вот масштаб, да, как это, что называется, до каких мышей американская финансовая система может докопаться, мы их видим. Вот, поэтому санкции разные, санкции есть, которые будут работать, санкции есть, которые не будут работать, но сразу скажу, да, что ни одна из них не является game changer, да, то есть никто из них не переломит ситуацию ни в российской экономике, ни тем более на линии фронта. Это долгосрочная стратегия постепенного давления, усиления давления на российскую экономику, но ожидать, что, не знаю, там, доходы бюджета России упадут на 20%, или что российская экономика рухнет на 10% немедленно, да нет, конечно, этого не будет. То есть санкциями войну остановить невозможно, но сделать эту войну максимально дорогой, невыгодной для режима, на это санкции способны? Да, способны, собственно говоря, американские власти, европейские власти и союзники, Запад, они пытаются это делать. Другое дело, что они делают не всегда последовательно, они упускают какие-то моменты, но мы хорошо понимаем с вами, да, что если там перед началом войны, перед вторжением российской армии в Украину, доллар стоил 74 рубля, а сейчас он стоит там 90 рублей, да, ну вот вам 20% девальвация национальной валюты, при том, что, в принципе, мировые цены на нефть такие же, ничего в экономике страшного не случилось. То есть девальвация, это означает инфляция, это означает, что удорожают все товары, падает уровень жизни, растут бюджетные расходы, необходимость индексации социальных выплат, еще что-то такое, да. Конечно, самые сильные, понимаете, вот любые санкции, которые запрещают поставки в Россию каких-либо товаров, в ситуации, когда не все страны мира присоединились к санкциям, означает, что, в принципе, российской экономике доступно все. Вопрос, сколько за это заплатить? Да, либо заплатить за это на 10% больше, чтобы просто поменять логистику и везти не в Балтийское море, а на Дальний Восток, потом по железной дороге. Или это стоит, не знаю, в два раза, да, потому что нужно обходить санкции, нужно строить какие-то промежуточные цепочки расчетов, либо уходить, не знаю, там, в расчеты через юань и так далее. То есть вот экономическое давление на Россию – это инфляция, да, это то, вот в чем состоит экономическое давление санкций. И мы видим, что вот последние недели буквально инфляция в России снова начинает ускоряться, да, и уже заявления российского центрального банка или его руководителей, вот если почитать их комментарии или обсуждение, то, что состоялось 7 июня, обсуждение вопроса о поставке, то у меня сложилось ощущение, что большинство членов Совета директоров, которые принимали участие в обсуждении, они видят очень хорошо и серьезные растущие инфляционные риски. И, на мой взгляд, единственное, почему они не приняли решение об очередном повышении ставки, потому что все это происходило в ходе Петербургского экономического форума, где должен был выступать Путин, ну, и решили, ну, хорошо, на месяц позже, там, на полтора месяца позже повысим ставку, в конце концов, мало на что это повлияет. Вот, поэтому это и есть главный эффект санкций, вот если мы говорим, да, каким образом растет цена войны. Цена войны в России растет через инфляцию. Вы знаете, я вот, когда провожу беседы с представителями российской оппозиции, вот многие из них говорят о том, что, обратите внимание на сумму, которую изначально, там, власть платила, там, вот, россиянину, который желает пойти на эту войну, там, я точных сумм не знаю, но давайте вот, да, представим, что, там, не знаю, 200 долларов. Да, подъемная ставка была 200 тысяч рублей. Спасибо большое. Вот 200 тысяч рублей, потом этот порог увеличивался, 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 увеличивался и увеличивался. А количество желающих не увеличивалось. И вот они подводят, собственно, к очевидному выводу и говорят, что, ну, сколько бы вот ты не повышал, да, если у тебя даже есть какой-то резерв, который способен для того, чтобы повышать эту цену, ну, вряд ли количество желающих увеличится в этом смысле. То есть цены должны быть какие-то заоблачные. Но я хочу о другом спросить, действительно ли этот резерв настолько большой, что ты готов предлагать любую сумму за убийство соседнего народа, и действительно ли много желающих клюнуть вот на эту финансовую удочку и пойти убивать? Юрий, ну, смотрите, и среди российских экспертов, и среди украинских экспертов, которые специализируются на российской экономике, есть большое количество людей, которые готовы вам рассказать, почему российская экономика рухнет, почему Россия не сможет продолжать войну, почему Путин исчезнет, вот что называется, со дня на день. Вот, ну, собственно говоря, я считаю, что вот если есть любители рассуждать на эту тему, то это точно не ко мне. Действительно, нужно разделять, да, вот эти суммы, о которых вы говорите, это, что называется, подъемные за подписание контракта. Есть оплата ежемесячная, и там после индексации в 24-м году она составляет где-то 220-230 тысяч рублей. Ну, по нынешнему курсу это примерно 2,5 тысячи долларов. И вообще-то говоря, 2,5 тысячи долларов, это примерно, ну, там в Украине, вот, что называется, рядовой, да, или там младший сержантский состав, те, кто на нуле, да, те, кто воюют на линии фронта, они получают примерно столько же, там, 2 тысячи долларов. И вот, и по той информации, которую я получаю, да. То есть вот, в принципе, оплата людям, которые воюют, да, она примерно одинаковая. Ну, в России чуть больше денег побольше. Ну, но не принципиально, не в разы. И мы понимаем, да, что если украинское государство, украинский Минфин не сможет платить эти деньги, да, то, видимо, большое количество людей с фронта убегут. Ну, потому что тоже есть люди, которые понимают цену жизни, да, понимают, чем они занимаются. Есть огромное количество патриотов, да, которые готовы защищать, независимо, там, от того, что им платят. Но я понимаю, что вот опять, когда я приезжаю в Украину, общаюсь с людьми, которые на фронте, да, боюют, они все говорят, что у них у всех проблемы есть со снабжением, приходится свои деньги тратить на покупку того, что нужно. Да, то, что не предусмотрено никакими ведомостями, жизнь меняется. Возникают такие потребности, другие потребности. Там, ну, не знаю, условно, какой-нибудь пауэрбэнк для мобильного телефона. Но его же нет ни в каком там расписании Министерства обороны. Все понятно, здесь нет вопросов. Вот, и вот эта вот сумма ежемесячная, она примерно одинаковая, и она выросла, там, на 7, на 8 процентов в этом году по сравнению с 22-м годом. То есть она не сильно увеличилась в России. Сильно растет плата за подписание контракта. Изначально федеральное правительство платило 200 тысяч рублей. После этого все это дело переложили на регионы. И регионам российским спускается разнарядка. Сколько там человек в течение месяца они должны найти. И в разных регионах ситуация разная. В каких-то регионах по-прежнему эта ставка остается 200 тысяч рублей. В каких-то регионах она уже превышает миллион рублей. Да, я вот последнее, что я слышал, не успел проверить, там чуть ли не даже миллион 400. Да, и вот это вот раз... Это где? В Краснодаре. Я читал про Краснодар, опять не уверен, что это так, не смог проверить. Соответственно, но пока никаких разговоров о том, что российская армия недополучает, не знаю, там 10, 12, 15 тысяч человек в месяц нет. Это означает, что, опять же, как рыночная экономика. Потому что каждый российский губернатор, он понимает, что если он не выполнит план по поставке живой силы, то он, скорее всего, потеряет свою позицию. Рано или поздно. А никому не хочется, что называется, уходить со теплого сладкого места. Поэтому сокращают другие бюджетные расходы, повышают вот эту ставку до тех пор, пока не найдут желающих. Вот пока особого кризиса я не вижу. Нет таких разговоров, что в каком-то регионе, в одном, двух, трех, хронически, там, из месяца в месяц, не получается набрать необходимое количество людей. В таком случае, хватит ли этих денег? Потому что, если суммы растут, и там сначала было 200 тысяч, теперь уже миллион 400, да? Можно предположить, я не знаю, там, через месяц будет миллион пятьсот, через три месяца, там, два миллиона. Условно говоря, но эти деньги где-то нужно брать, да? Вот как-то нужно платить. Вот этих денег хватит, чтобы продолжать войну? Нет, Юрий, еще раз, это одноразовый платеж. Это одноразовый. И вы вот эти вот там миллион-полтора, вы платите человеку один раз за то, что он подписал контракт. А потом платит федеральный Минфин, федеральное министерство обороны. И вот там, по последним оценкам, в год, ну, в расчете на год, российский Минфин тратит примерно 2 триллиона рублей на выплату зарплаты воюющим. Там 2 триллиона рублей делите на 100, получаете там 20 миллиардов, правильно я посчитал, да? 20 миллиардов долларов, ну, там, 25 миллиардов долларов, 23, да? Вот, 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 да, годовая цена. Регионам, ну, опять, вы поставьте себя на место губернатора, и у вас стоит вопрос. Профинансировать строительство детского садика, да, и потерять свое место, потому что не нашел там 30 человек, которые тебе нужно сегодня поставить в военкомат. Или хрен с ним, с детским садиком, профинансировать его в следующем квартале или в следующем году, да, но зато сохранить свое место. Ну, ответ же очевидный, правда? Абсолютно. Здесь все равно не согласится. Вернемся на мгновение к санкции, потому что упустил один момент, он касается 14-го пакета от Европейского Союза. И вот Жозеп Боррель сказал о том, что якобы вот все стороны пришли к соответствующему соглашению, и вот этот пакет будет затрагивать 5 сфер. Военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в том числе на лиц, который занимается депортацией украинских детей. Ну, вот так это, по крайней мере, изложено. Эти санкции дают какой-то эффект, как вы считаете? Ну, Юрий, если вы вспомните, что было в 9-м пакете, в 10-м пакете, в 11-м, 12-м или 13-м, вот, то тогда, наверное, дают. Но поскольку ни вы, ни я, мы не помним, что там было. Но, видимо, 14-й пакет, вся его сила состоит только в том, что он 14-й. И я вам уверенно заявляю, что после него будет 15-й, а потом 16-й. К сожалению, это так. И никаких суперсильных, суперсерьезных санкций, которые еще не ввели, ну, их практически нет. Можно, да, запретить перегрузку российского сжиженного газа в европейских портах. Ну, да, это там какие-то... Опять, это же все выливается в дополнительные издержки. Вот какой-то магической, магической опции, да, вот того, что-то лежит у всех на виду, и там ни Европа, ни США не делает, такого нет. Да, и поэтому все эти санкции, они, ну, как бы сказать, они имеют некое дополнительное, ну, как это, соломинка, в надежде на то, что эта соломинка сломает хребет верблюду. Ну, я, честно говоря, думаю, что соломинок не хватит, чтобы этому верблюду сломать шею. Вот. Поэтому я бы, я считаю, что там на месте и европейских властей, и американских властей, мне кажется, что гораздо важнее и эффективнее было бы строить систему контроля за исполнением тех санкций, которые существуют. Да, потому что, ну, если в Европейском Союзе есть запрет на экспорт в Россию автомобилей ценой свыше 30 тысяч евро, да, но в России их можно купить, не знаю, там, не за 30 тысяч, а за 50 тысяч, но это означает, что европейский запрет нарушается. Да, и вот, ну, и, собственно говоря, вот это, я бы работал в эту сторону. А помимо этого, да, понятное дело, что нужно соблюдать выполнение и так далее, чтобы, там, я не знаю, закрывать любые лазейки, потому что этим пользуются, к сожалению. Что является самым, что есть самым уязвимым местом российской экономики? И готов ли на это пойти Запад, если вот, да, коллективный Запад, если это так рассматривать? Юрий, ну, это же не является секретом. Самое уязвимое место российской экономики – это добыча и продажа нефти. Да, вот это, ну, это опора российского бюджета, российской финансовой системы. Можно более, там, широко говорить, что, в принципе, добыча, продажа всего сырья – газ, металлы, древесина, удобрения, зерно добавить. Но, смотрите, вот все сырьевые товары, природные ресурсы, включая зерно, сельскохозпродукция – это примерно процентов, там, 80-85 российского экспорта. Процентов 45 от этого, да, ну, то есть почти половина – это нефть и нефтепродукты. Ну, чтобы мы понимали значение, да. Ну, потому что можно сколько угодно гоняться за, там, никелем или палладием, но без российского никеля или палладия автомобили во всем мире ездить не будут. Потому что катализаторы делать не получится. Да, вопрос, можно ли, может ли сегодня мир отказаться от российской нефти? Опять, в России сегодня это поставщик каждой седьмой тонны нефти, с учетом нефтепродуктов, на мировой рынок. Примерно половину этой нефти покупает Китай. И, видимо, Китай покупать будет продолжать, да, и ничего вы с этим не сделаете. Тем более, что там есть Дальний Восток, есть нефтепровод, есть нефтепровод через Казахстан. Ну, то есть вот у Запада нет никаких возможностей сократить, вот эту, как пресечь эту торговлю, потому что это выгодно Китаю. Китай покупает более дешевую нефть, это выгодно России, потому что Россия продает свою нефть. Значит, остается вторая половина нефти, которая идет в основном через порты Балтийского моря. Через Новороссийск уходит в основном казахская нефть, там больше 60% мощности Новороссийского порта – это казахская нефть. Соответственно, вот есть Балтийское море, через которое уходит примерно 3 миллиона баррелей 40% экспорта российской нефти. Ну вот, теоретически, 3 миллиона баррелей в сутки – это те резервные мощности по добыче нефти, которые на сегодня появились у Саудовской Аравии. То есть, в принципе, Саудовская Аравия могла бы в достаточно короткий период времени нарастить добычу нефти примерно на 3 миллиона баррелей. Ну, может, на 2,5. На полмиллиона баррелей все остальные страны ОПЕК могли бы это сделать. Соответственно, вот если у Запада есть возможность договориться с Саудовской Аравией, чего не было никогда, вот никогда не удавалось Западу договориться с Саудовской Аравией о наращивании добычи нефти. Но вдруг, вдруг можно пообещать ей что-то такое, этому Мохаммеду бен Салманову, что он на это согласится. Ну, то тогда можно пытаться поставить флот НАТО в датских проливах и просто не пропускать российские танкеры, без введения всяких, ну, танкеров, везущие российскую нефть, и просто лучше, называется, блокаду такую устроить. Ну, вот, наверное, это единственный способ. Можно ли просто, вот, не договорившись с Саудовской Аравией, поставить флот НАТО в Балтийском море? Ну, соответственно, получит весь мир цену на нефть, не знаю, там, 150, 200, 250 долларов. Можно любые цифры рисовать, никто не знает, сколько это реально будет, но это уже будет сильнейший удар по мировой экономике, там, рецессия на несколько лет. Такую цену Западу точно платить не готов. Поэтому уязвимое место есть, его все хорошо знают, но просто вот цена слишком высокая. Что нельзя с этим сделать? Ну, цена слишком высокая. То есть, вот, нужно понимать, да, что обратный эффект, он окажется гораздо выше, чем желаемый. Да, безусловно. Значит, представители G7, лидеры G7 достигли, тоже, кстати, 12 июня, подождите, 12 июня, это же день независимости России. Все понятно. Да, кстати, вот эти санкции про Мосбиржу тоже были введены в этот день. Так вот, да, 12 июня лидеры G7 достигли соглашения о передаче в Украине 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. Что это за деньги? Я правильно понимаю, что это процент из этих 300 замороженных российских активов, работающих, да, вот этих активов, и там в течение какого-то времени эти деньги порционно будут передаваться Украине? Нет, неправильно. Эти деньги никакого отношения к России не имеют. Вот смотрите, вы, у вас есть депозит, ну, не скажем, скажем там, в Райфайзенбанке, в Райфе, да, и он срочный, он на какой-то срок размещен, и вчера он закончился, да, но вы по каким-то причинам уехали из страны или что-то такое, короче говоря, вы не можете, по каким-то причинам, вы не продлили свой депозит, и эти деньги лежат у вас на счете до востребования, по которому вам банк ничего не платит. Но при этом банк может эти деньги размещать там в однодневные депозиты, ожидая, когда Юрий придет к банку и передоговорится, вдруг заберет еще что-то такое. И вот вам банк ничего не платит, а сам зарабатывает на ваших деньгах. Вот эта прибыль, которую зарабатывает банк, это его прибыль, она к вам не имеет никакого отношения, вы ничего не теряете. Ваши деньги в целости и в сохранности. То же самое происходит с российскими активами. Есть российские активы, активы российского центрального банка, которые находятся в разных финансовых институтах, там больше, сколько, больше 60%, 190 миллиардов долларов, находятся в одном единственном банке, который называется Евроклир. Через который, который учитывает права на все облигации на европейском финансовом рынке, где центральный банк, собственно говоря, все свои облигации, основную часть облигаций хранит. Вот облигации погасились, пришли купоны, там есть деньги. Эти все деньги лежат на счете российского центрального банка. Но российский центральный банк их не может получить. Потому что есть санкции, и с этого счета российскому центральному банку ничего перевести нельзя. Но банк Евроклир может эти деньги размещать в однодневные депозиты. Или в двухдневные, или в трехдневные. И на этом зарабатывать от 3 до 5 миллиардов евро в год. Вот Евросоюз уже где-то полгода назад ввел специальный налог на прибыль банка Евроклир в размере 90%. Вот на прибыль, которая зарабатывается от размещения свободных денег. То есть опять, это к России, это банки, которые являются, находятся в распоряжении банка Евроклир, но они, что называется, как если вдруг предположить, что завтра, не знаю, страшный сценарий, санкции с России снимаются, как требует этого Владимира Путин. И российский центральный банк получает доступ к своим резервам, он в принципе может сказать, все мои резервы перечислить туда. И вот банк Евроклир должен быть к этому готов. То есть он не может разместить эти деньги ни на месяц, ни на год, ни на два. Но это вот такая инвестиционная директива. Поэтому это прибыль бельгийского банка, которая будет, что называется, идти на выплату долгов, долга, которые привлечет Украина. Но к России это не имеет никакого отношения. Вы вспомнили о том, что Путин требует администанции, и он требует это в связи как раз с другими требованиями, которые касаются того, что нужно вывести войска из Херсонска, Запорожской областей, не вступать в НАТО, что там еще, деноцификация, демилитаризация, ну в общем, вот эти все бредни. И вот санкции в конце. А так еще и санкции хотелось бы, чтобы с нас сняли. Это знаете, когда ты требуешь максимум, ты понимаешь, что это невыполнимо, но ты требуешь максимум, и вот нужно максимум требовать. Или это то, о чем я вас спрашивал, когда применяют санкции Соединенные Штаты, и Российская Федерация, ну вот власть России, меняет в публичной плоскости свою риторику. Отмените нам санкции, потому что они нам действительно мешают. Если раньше говорили, что все окей, мы держимся, санкции только помогают, сейчас уже мешают, поэтому отменяйте. Вот первая или вторая история? Или возможно у вас есть третья, четвертая? Нет, вторая, да, вторая, это та, которая, что называется, прошу по максимуму, или не знаю почему. Короче говоря, это вот как, можно считать, что Путин заявляет свою переговорную позицию, да, и выкатывает все свои хотелки, в том числе и отмените санкции. И не потому, что они мне мешают, или не потому, что они там создают проблемы, ну просто это унизительно для меня. Ну вот как это, Вася, ты меня уважаешь, уважаешь, но отменяй санкции. То есть вот, ровно так и больше никак. То есть никакой слабины я пока в позиции российских властей даже в декларативной не вижу. Хочу с вами еще обсудить следующую историю. Она касается того, что у России и Китая возникли разногласия из-за цен на газ. Об этом издание Financial Times сообщает. Попытка России заключить с Китаем сделку по строительству газопровода Сила Сибири-2 потерпела неудачу из-за разногласий в ценовой политике и количестве газа, который Пекин собирается закупать у Москвы объемен. По словам источников, Китай потребовал цену почти сопоставимую с внутренними российскими ценами, которые субсидируются государством и согласился покупать лишь небольшую часть от планируемой ежегодной мощности газопровода в 50 миллиардов кубометров газа. Первый вопрос, который возникает, это вот якобы не Китай там на игле у России, а наоборот Россия на игле у Китая. Ну, как-то так. То есть Китай впрямую диктует свои условия. Ребята, мы хотим покупать газ по тем ценам, которые вы своему населению или бизнесу продаете у себя в общем по внутрироссийским ценам. Ну, получается как-то так. Ну, не совсем так, близко к действительности, но чуть дальше разберемся. Первое, Financial Times точно совершенно неправильно пишет, когда говорит, что внутренние цены на газ в России субсидируются государством. Они уже давно не субсидируются, и внутренние продажи газа в России не приносят Газпрому прибыль, пусть не такую, как экспортные продажи, но тем не менее здесь ни о каком субсидировании речи не идет. Второе, Китай, так же как вот Путин в вопросе о своих хотелках, говорит, ну, вообще газ мне не очень нужен. То есть, в принципе, позиция Путина такая, что, ну, если мир, то вот все мои хотелки, да, хотите перестать стрелять, значит, вот мои хотелки. Вот так же и Китай говорит, слушайте, вы хотите нам газ продать? Вот, типа, наши требования. И дальше начинается вопрос, а почему Китай занимает такую позицию? И когда, если смотреть на энергетический баланс Китая, то становится понятно, что на ближайшие 6, 8, а может быть, даже 10 лет у Китая есть контракты на поставку газа. Это еще одна нитка газопровода из Центральной Азии, это контракты на поставку сжиженного газа, и в принципе вот где-то до 2033-2035 года Китаю дополнительные объемы газа не нужны. Да, то есть вот в принципе ему всего хватает. С учетом того, что он развивает там солнечную энергетику, альтернативную там ветряную энергетику, атомную энергетику, ему газа больше не нужно. Вот на ближайшие несколько лет. Соответственно, все, что касается российского газа, это потенциально после 2033-го, 1935-го года. И дальше Китай начинает думать, окей, ну вот сейчас у нас там российский газ это примерно 20, чуть меньше, ну сейчас выйдет сила Сибири на полную мощность, будет где-то там порядка 20% от общего потребления, импорта газа. Если мы дадим России еще 50 миллиардов кубометров, то его доля возрастет России там до 30-35%. Нам это надо? Нет, не надо. Потому что мы видели, как Путин одним своим приказом может прекратить поставки газа куда угодно, ну в Европу. И несмотря на то, что Газпром будет нести теперь там огромные убытки, много-много лет, наш газ его Европа покупать не будет, к противу на это наплевать. Китай думает, мы хотим в такую ситуацию попасть? Нет, конечно не хотим. Это означает, что в принципе нам российский газ, то есть проживем без него, найдем где-то еще, придумаем. И самое главное, что у нас есть время. Нам не нужно спешить. Нам как Китаю спешить не нужно. Мы можем подождать. Мы можем подождать с переговорами два года, мы можем продолжать с переговорами три года, можем продолжать с переговорами и пять лет. То есть с точки зрения Китая это вообще никакой срочности в этом не существует. У Путина срочность, у Путина горит, потому что поставки газа в Европу восстановить невозможно, а вот это «Сила Сибири-2», новый газопровод, который Путин продвигает, он предусматривает строительство внутрироссийского газопровода перемычки, который будет соединять вот ту газотранспортную, те газопроводы, которые идут на запад, в Европу, и те газопроводы, которые пойдут на восток, в Китай. Потому что сейчас между ними больше тысячи километров разрыва, и вот соединив эти две системы газопровода, собственно говоря, у Путина, у России, у Газпрома появится возможность теоретически маневрировать объемные поставки газа то в Китай, то в Европу. Ну, когда и если вдруг Европа захочет это дело покупать. И если Газпром не будет продавать дополнительный газ, если он сейчас не начнет строить вот этот новый газопровод, то мы понимаем, что финансовые проблемы Газпрома в какой-то момент станут финансовыми проблемами Министерства финансов. А что делать? Банкрот же, что называется, национальное достояние и банкротится. Поэтому позиция Китая, она вот такая. Да, хотите газ? Ну, тогда вот, вот, что называется, наши требования. По внутренним ценам. Продавайте, вот, что у себя в стране, мы готовы. Прибыль вы будете получать. Но абсолютно незначительная. И, соответственно, никаких там дополнительных налогов, никаких экспортных пошлин, никакого там налога на добычу полезных ископаемых у российского бюджета от этого не будет. Да, такая очень жесткая и понятная позиция Китая. В заключение я хочу обратиться к вам с вопросом. Вот состоит из двух частей. Вот, первое касательно того, что ВСУ выносит НПЗ, нефтебазы и так далее на территории Российской Федерации. И, собственно, как вы считаете, как это влияет на экономическую мощь врага? А второе, Россия параллельно бомбит украинскую энергоинфраструктуру. И вот сейчас мы с вами записываем это видео, у меня работает аккумулятор, у меня просто нет света, собственно. Да, у нас, вы знаете, отключение света. Я хочу вас спросить, какую здесь цель Путин преследует, когда он выносит, по сути, наш энергетик? Ну, Путин преследует понятную цель поставить Украину на колени, чтобы Украина приползла и молила о пощаде. И нужно хорошо понимать, что цель Путина сделать так, чтобы следующая зима для Украины была холодной. Чтобы разрушенная энергетика не позволяла работать нормально. Делать свет, это хорошо, но еще будет водопровод, а еще отопление, а еще канализация в крупных городах. Это же все тоже завязано на электричество. И поэтому как раз задача Путина создать в Украине ситуацию гуманитарной катастрофы, украинское население скажет, все, больше не хотим терпеть, Зеленский единый любых условиях подписывает поганый унизительный Брестский мир. Вот, собственно, здесь никаких секретов нет. И, ну, как сказать, цинично, понятно, мерзко, но, в общем, цель Путина она вот такая. Что касается ударов в СУ по российским, по российским нефтепрерабатывающим мощностям, ну, смотрите, здесь надо делить, да, то есть удары по нефтебазам вдоль линии фронта, ну, понятно, никакого экономического эффекта серьезного нет, это эффект на снабжение российской армии. Соответственно, удары по НПЗ, это, я, пока они не, как это, не носят критического характера, вот такого большого, объемного, тем более, что в последнее время они как-то вот так стали более редкими. И здесь, как сказать, вот, в принципе, у России всегда есть маневр, у российской нефтяной промышленности. Можно экспортировать нефть сырую, а можно экспортировать нефтепродукты, там, реагируя на ту разницу цен, которая существует, и российские нефтяные компании постоянно считают, что выгодно. Выгодно продать сегодня сырую нефть или выгодно продать, не знаю, дизельное топливо, мазут, и за это дело с Минфина еще какие-то деньги с российского получить. То есть, в этом отношении, если просто снижается переработка нефти, не знаю, там, на 5%, ну, это означает, что у российской экономики в целом, да, появляется свободного ресурса в виде сырой нефти больше, ну, будет экспорт сырой нефти. То есть, вот, в моем понимании, если потери мощности по нефтепереработке, там, порядка 5, может быть, там, 7-10%, то никакого значимого эффекта экономического мы с вами не увидим. Если предположить, если предположить, что будет разрушено 20% мощностей российской нефтепереработки, то тогда в российской экономике возникла проблема бензина, потому что мощности, технологии, глубина переработки российской нефти построена таким образом, что бензина производится чуть-чуть больше, чем потребляется внутри России. Да, и, соответственно, вот если разрушить, уничтожить вот этот резерв, да, соответственно, и сократить производство бензина в России, не знаю, процентов на 20, то через там 2-3-4 недели закончатся запасы бензина, которые есть на нефтебазах, и, соответственно, дальше бензин пойдет на фронт, внутри страны начнутся перебой с бензином, да, вот бензин, дефицит бензина, рост цен и социально-психологический дискомфорт, то есть страна скажет, ой, а это что такое, да, но потому что цены бензина по один из тех индикаторов, которые все российское население видит очень хорошо, даже если не ездит на машины, там даже нет своих машин, вот, но в моем понимании до этого все-таки еще далеко, до этого, до этой стадии простите, я понимаю, что тоже наверняка последний вопрос, я понимаю, что этот вопрос скорее вот к военному, вот с ним нужно это обсуждать, к нему обращаться с таким вопросом, но я не понимаю, почему нельзя, ну, то есть почему мы выбрали приоритетом НПЗшки, а не ТЭСы и ТЭЦы на этой территории России? Ну, на мой взгляд, это гораздо более понятно, потому что НПЗ меньше по количеству, да, их просто вот количество, они больших, я не помню, там 19 НПЗ в России всего существует, а все-таки генерирующих мощностей, там, электростанций, да, тепловых, газовых, гидро, атомных, их в России гораздо больше, они распределены там по всей стране, и они... Проблем у них не будет, если бить, проблем у них таких не будет. Самое главное, что, понимаете, насколько я понимаю, еще мощность дронов, мощности боезаряда, боевых зарядов, они все-таки у дронов не очень большие. Россия же бьет ракетами, да, у которых не... Да и она пробивает защиту энергетических мощностей. Я так понимаю, что украинские дроны пробить вот защиту электростанций не могут, а пробить, не знаю, там, подстанцию, ну, ее можно отремонтировать, да, мы видели, как это было, происходило прошлым летом в Украине, да, когда вот все подстанции, которые разрешались, трансформаторные станции, они достаточно быстро восстанавливались. То есть, проблемы возникают, если вы разрушаете генерирующие мощности. Я так понимаю, что на сегодня у Украины нет возможности этого делать. Спасибо вам за это интервью. Спасибо, что всегда находите время для нас. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова